Если пациент говорит искренне спасибо, значит день прошел хорошо. Такой мудростью поделилась Ирина Елизарова. К заведующей фельдшерско-акушерским пунктам в селе Малаевка Чердоклинского района обращаются каждый день. Будь то скачок давления, порез или просто недомогание, люди уверены, помощь будет оказана. Я родилась в этом же селе, как говорят, где родился, там и пригодился. И вот около 30 лет я в этой профессии, я ее люблю, мою профессию, люблю своих пациентов. Всякое разное было в профессии, и людей приходилось спасать и с речки, почти утопленников, и инфаркты, и инсульты, и гипертонии, и у детишек высокие температуры были. И каждый раз Ирина Косымовна находила решение. Через простой разговор с пациентом могла узнать обо всех переживаниях и опасениях. Умение найти подход к каждому, подобрать нужные слова, когда диагноз неутешительный, фундамент профессии врача. За свой кропотливый труд, доброту и чуткость лучшие представители отрасли удостоились ежегодной премии призвания. Право на получение участия в премии имеют медицинские работники со стажем работы в отрасли свыше 10 лет. Выбор был достаточно сложный, потому что все кандидаты были очень достойны, и все за отработанный период времени в наших медицинских организациях добились немалых результатов. Но, тем не менее, есть и призеры. Всего в этом году пять получателей премии. Общепризовой фонд составил 400 тысяч рублей. Награду вручил глава области. Алексей Русских отметил, правительство старается поддерживать работников здравоохранения не только в минуты торжества. Действуют сразу несколько программ и льгот для медсестер, врачей, словом, всех, кто каждый день спасает жизни людей. Вы нуждаетесь в нашей поддержке. Мы это знаем и делаем все для того, чтобы сделать ваш труд достойно оплачиваемым. Мы ведем ежегодную работу по индексации заработных вклад, ведем работу по созданию условий для профессиональной подготовки и переподготовки. Еще один способ сказать спасибо – улучшить условия труда. Работа в этом направлении идет полным ходом. Ульяновская область включена в национальный проект здравоохранения. По нему регион имеет возможность своевременно обновлять оборудование, ремонтировать поликлиники, создавать рабочие места. Как итог, достигается главная цель, поставленная президентом страны – улучшить качество оказания медицинской помощи в каждом регионе страны. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.